товарищи операторы проверка звука 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять так итак всем доброго вечера мы же можем начинать писать все хорошо ну мы же записи ведем лекции правда они идут до нас асинхронным способом отправки кто понял юмор что такое асинхронный способ вызова функция да мы вызываем функция результат получится когда-нибудь потом вот возможно кстати никогда тогда это у нас протокол юзи пи а значит сегодня мы продолжаем с вами наши занятия у нас будет еще четыре лекции с учетом этой а и наша цель будет на этих лекциях во-первых познакомиться с анти паттернами и разобрать некоторые другие концепции посмотрим на наверное разные функциональные парадигмы на разум на разные парадигмы языков вот допустим ну такое забегание вперед вы знаете что excel это на самом деле язык программирования да а а в какой парадигме они находятся нет не функция не а а нет но смотрите есть это объектно-ориентированная парадигма есть еще какие-то но есть оперативные событийный а нет то что которая в данные хранит слышали вы когда-нибудь про реактивную парадигму есть даже библиотек популярно react.js называется ну не знаю когда смотрят что написано как написано всех смотрят ангуляр чё за кринж полный город почему не на реакте вот вот тот же самый вердикт вот поэтому мы сегодня мы закончим с вами говорить про сетевой стек мы сегодня с вами говорим про высокоуровневый сетевой стек посмотрим как устроены реальные приложения в реальной жизни вот а и почему ну я помните говорил за травку расскажу почему ахчек не не упал хотя сервер почему ахчек упал несмотря на то что сервер был жив вот вот так вот разберем вот такой вот кейс давайте вспомним не 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 все намного проще значит давайте вспомним что было предыдущих сериях что мы с вами разобрали в предыдущих сериях это был две неделю до мы с вами разобрали как работают нижние уровни сетевого стека то есть мы с вами разбирали как раз как работает 레с у тебя ци и мы с вами разбирали кажется как работает htp запрос и разбирались разные способы взаимодействия между двумя сервисами и ещё мы с вами разобрали два паттерна это был какие какие паттерны это были Или мы это еще раньше разбирали? Нет, по-моему, на прошлой. Когда мы разбирали прокси и декоратор? А, еще давно. Ну, хорошо. Но в целом мы сегодня должны разобрать с вами два паттерна, которые мы с вами не разобрали в прошлый раз. Это паттерны цепочка ответственности, это паттерны Observer. Собственно, зачем нам эти паттерны нужны? Друзья, помните, у нас была вот такая вот картинка? Сейчас. У нас была... Вот, помните, у нас была вот такая вот картинка? Да, это Callback Hell. И нам надо было его каким-то образом решать. Вот мы сегодня разберем, каким образом эту всю штуку можно решать. Ну да, естественно. Вот, научимся, как его решать. Вот, давайте вернемся к тому, каким образом у нас могут взаимодействовать несколько процессов. Это напоминание с прошлого раза. Значит, у нас несколько процессов могут взаимодействовать четырьмя способами. Первым способом они взаимодействуют через файл. Это когда один процесс, одна система пишет что-то файл, другая загружает, смотрит, что в этом файле появилось. Второй способ — это через программированный интерфейс, через API. И на самом деле с API вам уже пришлось познакомиться за этот двухнедельный перерыв. Где вы познакомились с API? Да, вы вызывали API. Да, в третьем задании вам нужно было замокать запросы к API погоды. Значит, третий способ взаимодействия — это через базу данных, когда у нас есть два приложения, и они смотрят, что у нас с вами находится в базе данных. И четвертый способ. Если у нас с вами есть какая-то задача, которая не может выполнена быть прямо сейчас, но должна быть выполнена в какой-то момент в будущем, то мы с вами используем такое понятие, как очередь сообщений. Вот. И наша цель сегодня будет еще разобраться, как реализовывается очередь сообщений, при помощи какого паттерна. Все это взаимодействует. Значит, кто-нибудь помнит, мы с вами рассматривали, как устроен HTTP протокол. Кажется, это сделать достаточно легко. Надо на самом деле зайти на любую страничку в интернете. Смотрите, покажу. А что с проектором? А, у него... У него случилось проективное преобразование, да? Ну, давайте попробуем пофиксить проективное преобразование. Какие кнопки жать? Ух, ёпчер. А, мне кажется, ну да. Если бы оно кликало... А, так... Хорош? А? Что, пофикшену? Отлично. Итак, давайте мы с вами зайдем как раз куда-нибудь. Нажмем на кнопочку Command Shift 3. Так, стоп. Это не то, что мы хотели с вами. Опа, да. А? Ай-яй-яй. Хорошо. Значит, смотрите. У нас открывается платочка под названием Network. И вот у нас есть запрос на нашу страничку. В какую вещь пойдем? Яндекс.ру. Значит, на самом деле мы с вами посылаем запрос на сайт Яндекс.ру. Я.ру. А у него статус такой, источник такой. Кстати, вопрос. Что будет, если вы нажмете на Яндекс.ру? Ага, конечно, размечтались. Это было год назад. Да, там теперь не Яндекс.Дзен, а там теперь просто Дзен. Вот. То есть у нас с вами произошел редирект на другую страницу. Честно, я не буду открывать то, что там написано, потому что читать это немножко вредно для здоровья. А мы с вами посмотрим, что посылается на самом деле на запрос. Значит, протокол состоит из того, что у нас посылается URL, и дальше у нас посылается некоторый запрос. Значит, запросы бывают некоторого типа. Видите, вот тут написано Get. Это запрос на получение данных. Значит, у запроса типа Get не может быть никакого тела запроса. То есть вы, когда пишете письмо, представьте себе, что вы пишете письмо на какое-то получение данных. И вам запрещается что-то писать в теле письма. Где вы можете записать это все? Во-первых, в адресе. А во-вторых, где? Заголовки. То есть у нас есть два способа отправки. Это что-то написать в адресе или что-то написать в заголовке. Вот это заголовки, кстати, которые отправляют наши системы. Они зависят от того, по какому протоколу мы общаемся. Но здесь мы видим следующую вещь. В каком формате мы готовы принимать данные. Мы готовы принять страничку в формате HTML. Готовы принять формат XML. И тут написано, в какой версии мы готовы принимать сообщения. У HTTP есть несколько разных версий. Значит, последняя версия, которая зарелизирована, это вторая версия HTTP 2. Сейчас прорабатывается драфт версии HTTP 3. Да. Что? Ну да. Ну, смотрите, в чем особенность печенья, в чем особенность куков. Куки. Я не знаю. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это ретирект, если что. Поэтому тут запросы такие. Ну, а, кстати, вот это плохо пересылать. Вообще, по-хорошему эти заголовки. Вот. Ну, можно пересылать специальных данных под названием куки, в которых хранятся всякая информация о сессиях, и тем самым у нас обеспечивается сессионный уровень. Но здесь еще есть одна важная, еще один важный заголовок под названием юзер-агент. Собственно, по этому заголовку вас могут легко достаточно отшить из системы. Здесь указано, с какой версии браузера вы заходите. Там, у нас что тут, Mozilla 5.0, но это нас не интересует. Нас интересует, видите, здесь указана операционная система. Macintosh. Здесь написано Intel Mac OS X 15, там, 7 и так далее. Указан тип браузера. Дальше. Apple WebKit. Дальше указана версия системы, и в конце концов указана версия моего браузера. Видно, Safari Slash 605.1.15. Это сложный вопрос, как это парсится. Скорее всего, это минимальная версия браузера, которая поддерживается, до которой мы можем даунгрейдиться. При желании. Но слушайте, вот честно, вот я, если я сейчас открою во многих разных местах, во многих разных браузерах этот юзер-агент, он особо не будет меняться. Вы тоже можете попытаться открыть. Кажется, у вас у всех будет... Ну, да. Так, давайте здесь откроем ту же самую страничку. Закрываем. Кто-нибудь видит юзер-агента тут? Request headers, да? Тоже мазила. Ну да, но здесь, видите, уже дальше поменялся Chrome. То есть, Chrome 112.000. Ну, если не читать куки, которые здесь могут быть. Вот, некоторые заголовки отправляют в сам браузер. Значит, смотрите. Один из важных заголовков – это хост. Это заголовок, который является хост. При помощи него мы можем с вами перенаправлять запросы внутри одного сервера. То есть, грубо говоря, music.yandex.ru пойдет на один сервер. Там не знаю, кто еще. Там, кинопоиск пойдет на второй сервис и так далее. То есть, это можно перенастроить. Но, грубо говоря, несколько разных именно DNS имен можно в рамках одного сервера перенаправлять на разные инстанции, на разные сущности. То есть, на самом деле, смотрите, все сервисы, которые висят на Ахчеке, они висят на одном сайте. Они по… а? Да. Вот. Ну, на одном сервере лежат, да? Сайты разные, и при этом они приходят все на один и тот же IP-шник, потому что мы с вами приходим на один и тот же сервер. Вопрос. Как различить, куда эти заголовки, куда эти запросы отправлять? То есть, куда перенаправлять GitLab, куда перенаправлять, там, не знаю, самых чек, куда перенаправлять сервис бэкэнда? На самом деле, это все понимается вот как раз по вот этому заголовку, который отправляется в HTTP. Этот заголовок является обязательным по стандарту HTTP. Вот. Остальные заголовки не важны. Кстати, здесь еще есть вот такой вот заголовок. Accept Language. Как вы думаете, для чего он нужен? Локализация. То есть, мы можем парсить этот заголовок и поставить язык. Возвращать язык сайта. Ну, там, грубо говоря, если вы находитесь там, не знаю, в каком-нибудь, я не знаю, там, не знаю, у вас русская стоит система, да? У вас на русском возвращается, английская система возвращается на английском и так далее. То есть, это можно легко контролировать. Вот. Ну, тут еще есть. Кстати, вот это распаршенный юзер-агент. Видите? То есть, Chrome на самом деле по дороге умеет парсить эти заголовки и посылать их дополнительным образом. То есть, мы видим, что у нас открыта не мобильная версия, и видно, что у нас открыта платформа macOS. Хотите прикол? В браузере есть вот такая вот кнопочка, которая позволяет сделать интересную вещь. Смотрите. Выбирайте мобилку. Хорошо. Будет очень плохо. Про это был, кстати, номер в контрольной. А? Да. Так. Номер в контрольной пропарное тестирование. И смотрите, что у нас поменялось. У нас поменялся юзер-агент, и теперь наша платформа – это Android 9.0. Название нашего устройства – Samsung Galaxy Fold. Ну, какой-нибудь там. Зачем это сделано в инструментах разработчика? Да, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть на мобильном устройстве. То есть, мы специально передаем в заголовках, что мы мобильное устройство, и поэтому мы должны отрисовать это все в мобильном интерфейсе. Вот. Это запросы под названием GET. То есть, на получение данных. И видите, у нас здесь в теле-пайлот, в теле-запроса ничего нет. У нас, видите, только парсятся query.string.parameters. Мы теперь с вами понимаем, на чем написан Zen, кстати. На чем написан Zen? А? На React он написан. Потому что JavaScript с React у нас отгружается. Что, давайте посмотрим, какие тут еще есть штуки. Значит, тут вообще-то можно в виде таблички открыть. Все эти заголовки. И так, давайте я добавлю здесь метод, по которому отправляется. Get, 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 get. И смотрите, какие-то запросы есть типа пост. Это арам-пам-пам. Смотрите, какой запрос отправляется в Яндекс.ру. Клэк-клик. Да неужели? Ну, его можно отправлять на самом деле. Но клики реально отправляются, и они необходимы для аналитики. Да, в общем, тут можно посмотреть. И вот видите, здесь появляется, помимо запроса, помимо доголовок и такое, появляется тело запроса. То есть у нас отправляется вот такая вот вещь. Проект называется Морда, кстати. Ну, логично. Да, в общем, тут, видите, тут больше кликов и еще какой-то пост-запрос. Это, кстати, отправка запроса в Яндекс.Метрику. Вот. Значит, и здесь тоже можно смотреть разные запросы. Вот они тут присылаются. И важно, что у любого запроса, который мы отправляем по сети, есть возврат сообщения. То есть то, что он возвращает. Респонс хедер. У респонса есть доголовки, которые мы с вами тоже можем прочитать. Когда этот запрос был получен, там, когда эта штука, допустим, экспирс, запись протухает. То есть как работает авторизация в системе. Вам присылается токен какой-то для регистрации, который вы держите у себя. И вам говорится, в какой момент времени этот токен протухнет. То есть когда вам нужно сделать новый перезапрос по этому токену. Да, то есть, грубо говоря, в этом есть, кстати, баг. Думаю, поскольку мы говорим про технологию программирования. Как вы думаете, почему вам приходится перелогиниваться раз в день? Да, на Ахчеке приходится перелогиниваться раз в день или раз в два дня. Нет, нет. Нет, суть всех в том, что у нас не написана логика для переотправки запроса в потоке. Ну, блин, ну, извините, не оправдал ваши надежды. Вот. Ну, не, 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 ну, здесь это чисто лень, так сказать. Вот, ну, в общем, все эти заголовки можно получить. И дальше здесь есть в запросе заголовки важная вещь. Content Type. Я не знаю, видите ли вы его или нет. Ой, ну, давайте прямо... В общем, тут, к сожалению, нет никаких запросов. Ну, давайте, образно говоря, сделаем рубрику тест. Так. Что мы с вами видим? Какие запросы есть? Вот, у нас есть какой-то запрос, и видите, тут возврат есть. application.json, то есть у нас идет запрос на ахчек.assets.e18n.ru.json, и дальше присылается вот такой вот JSON-документ. А? Как? А как вы думаете, что это такое? Ну, локализация присылается таким образом. В Angular оно работает так. То есть, если я сейчас поменяю здесь на English, вам придет вот такой вот JSON-документ в результатах. И в итоге он подставляется. То есть, таким образом данные можно парсить. Вот, таким образом работает HTTP-протокол. Значит, и смотрите, что нам важно понимать в протоколе HTTP. На самом деле, не только то, какой результат нам возвращается, но еще и такое понятие, как код возврата. То есть, закончился ли успешно, завершился ли успешно наш запрос или нет. Вопрос такой. Знаете ли вы какие-то коды возврата? Возможно, вы их видели, да? Что делать 418? Вы не поверите, GitLab пользуется этим кодом запроса. Значит, в чем особенность архитектуры GitLab? Архитектуры GitLab разделяется на быстрые сервисы и медленные сервисы отдачи сообщений. И дальше, если вдруг на быстрый сервис приходит медленный запрос, он говорит, ой, я дебил, перенаправь, пожалуйста, его на медленные запросы, чтобы оно могло подумать. Да, там реально так стоит. Так, давайте какие-нибудь более общепринятые. 403, 404. Так, давайте 403. Что это такое? Forbidden доступ запрещал к ресурсу. Ну, да. Ну, ну, есть. 404, что такое? Not found. Хорошо, молодцы. 302. Redirect. Смотрите, значит, ошибки каким образом делятся? Есть 200-ки, есть 300-ки, есть 400-ки, есть 500-ки. Сот-ки, по-моему, есть 2, по-моему, 101 и 102, они системные. Значит, зачем нужны 200-ки, это окей, по факту. То есть, все запросы, которые приходят, они являются успешными. Значит, что такое 300-ки, это всякого рода перенаправление. Да, не обязательно, не обязательно идти куда-то еще. Есть код возврата 304. И он используется, кстати. Называется, у нас все находится в кэше. Да, 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 есть 301, move permanently. А 304, эта страница находится в кэше, то есть она у вас находится уже где-то в оперативной памяти, либо где-то внутри, и вам не надо делать запрос для того, чтобы получить результат. То есть вы можете запросить только хэш этого ресурса, у вас хэш совпадает, вам не надо пересылать эту всю штуку. Из-за этого иногда сайт Ахчек фигово обновляется, потому что там все запросы кэшируются. Ну, то есть, смотрите, после того, как… Ну, да, ну, а что, в реальном проекте всегда дофига ошибок. Вот, то есть, когда вы видите плашку с обновлением сайта и вы видите внезапно старый интерфейс, лучше нажать на кнопку F5, чтобы загрузить новую страничку и новую версию странички. А? Да, ну, во-первых, этим управляет браузер, а с другой стороны сервер может говорить, какие данные кэшируются, какие данные не кэшируются. А? Ну, через заголовки, через хедера он это умеет прописывать. То есть можно прописать кэш-полиси, который говорит, что обновить страницу. Либо на уровне сервера написать, какой кэш-полиси. То есть, насколько часто может обновляться только на сервер. Значит, смотрите. Ну, давайте назовем их тип а-ля редиректа. 400 – это ошибки со стороны клиента. Да. Да. Ну, клиент решил зайти на страничку, которому ему не надо. Значит, 500-ки. Ошибки со стороны сервера. Смотрите, есть такая еще одна особенность, то что в реальных системах вы не получите никогда код ошибки именно 500. В реальных серверах вы его не получите. Если вы получаете где-то в реальных сервисах на стороне клиента ошибку 500, значит, знаете, этот сайт можно легко взломать. Потому что это на самом деле что-то типа ошибки программы. То есть, у вас запущен сервис, вы к нему стучитесь, и у вас падает это, там, какой-нибудь ошибки синтаксиса. Либо какой-нибудь exception кидается. Если у вас в коде обработки сообщения, запроса сервера, этот сервер выдает ошибку, то выдается код возврата ошибки 500. Да. Ну, да. Нет, смотрите, Django отправляет сама 500. Конечно же. Но на самом деле на клиенте мы не увидим 500. Сейчас расскажу, потому что есть еще два кода возврата. Есть еще код возврата 502. Да их много есть. 502. Смотрите, в чем особенность. У нас с вами есть сервер. Там веб-сервер. Он идет, стучится в наш внутренний сервер. И здесь на сервере срабатывает 500 ошибка. Тогда веб-сервер отдает 502 ошибку. То есть эта ошибка говорит, что на проксе, на upstream ресурсе, которым мы запросили, синтаксическая ошибка. Есть еще 504 ошибка. Она заключается в следующем, что мы берем наш сервер. Стучимся к нему. А у него получилось вот это вот. Ну, образно говоря, он либо забит, либо ваш любимый эмоди, который используется в нашем телеграм-канале. Клоун? Не. Клоун, эмоди клоун у нас запрещет. Взрывающаяся башка. То есть сервер настолько тупят, что он не может вернуть результат за определенный тайм-аут. И тогда у нас вылетает ошибка типа gateway timeout. И, скорее всего, вы видели 502 ошибку. Она называется bad gateway. Кстати, с ней вы, кажется, сталкивались, когда у нас GitLab был некорректно настроен. Есть ошибка gateway timeout. Кто-нибудь ловил gateway timeout? Не, на... Почему? А где она ошибка была? Не, 502 была. А, что, 504 тоже глючит? Ну, надо пофиксить. А, сейчас уже все хорошо, но слава богу. Вот. Значит, какие ошибки? Зачастую вы увидите ошибку 200. Статус кода возврата 200. Да, извините, по Фрейду говорю. Код возврата 200. Значит, все, мы ответили ок. Значит, 32-я, 34-я популярные, есть еще 400-я. В чем суть 400-й ошибки? А это означает, что вы данные не в том формате послали. То есть сервер их отказался обрабатывать. Есть еще код возврата 405. Это вообще веселая вещь. Вы отправляете... Код возврата называется метод not allowed. Образно говоря, вы посылаете get запрос, а сервер принимает только пост запроса. Вот. Тогда вам надо говориться, что у вас метод not allowed. А? А, ну вот да. Вот, поэтому это надо учитывать. Браузер, кстати, отправляет только get запросы. Ну, вот, значит, вот такая вот вещь тоже есть. Да, вот они все коды возврата ошибки. Кстати, мы их перечислили плюс-минус. Вот, и мы их можем легко использовать. Ну, значит, смотрите. Видите, зачастую используют другой способ API. Это Representational State Transfer. Это как раз по факту протокол поверх HTTP. То есть мы с вами отправляем запросы на сервер зачастую по этому протоколу. Он сейчас не наиболее современный, потому что давайте в исторической штуке я бы так сказал, что у нас есть REST. До этого был протокол SOAP. Simple Object Application. А? Да. Он очень неприятный. Вы шлете такую вот XML-фигню, которую надо отправить на сервер. Это крайне нечитаемо. Значит, сейчас более современное есть способы общения. Это GraphQL. А? Да, она вводная. Либо другой протокол используется. Это там тот же самый GRPC. Remote Procedure Call. То есть это способ, в котором мы можем отправить на сервер какое-то сообщение. Вот. И они всеместно используются для написания API. и зачастую пользуются REST протоколом. Representational State Transfer. Суть в чем? Суть этой штуки состоит в том, чтобы мы отправляли с вами сообщения в виде набора директорий. Образно говоря, давайте как раз пример покажу. Я открою приложение, чтобы мы с вами могли понять, как это работает. Та-та-та-та-та-та. Грузить давай. Я вам покажу пример такой API. Собственно, это API написанная при помощи конфигурации. То есть ее автоматически можно сгенерировать. И вот смотрите, найдите какую-нибудь интересную особенность на этой страничке справа. Все, что начинается с животного, все, что про животные, оно начинается со слэш пэд. То есть это REST протокол, который позволяет нам сразу понять, ага, мы общаемся, мы хотим запросить что-то по животным, поэтому наш запрос должен начинаться со слэш пэд, адрес. Если мы говорим слэш пэд, это значит мы хотим обновить текущее животное. А если мы делаем пост запрос на слэш пэд, то это значит, скорее всего, мы создаем новое животное. Да, то есть видите, у нас нотация есть. Если мы делаем слэш пэд, слэш пайн что-то, скорее всего, мы ищем животных по определенному там критерию. То есть эта структура как раз является максимально удобной. Что мы по уру сразу догадываемся, что у нас с вами происходит. Мы можем получить животное по айдишнику, можем, допустим, обновить животное, данные о животном по отправив пост запрос, можем удалить это животное, если мы отправляем делить запрос, запрос на удаление, либо пост запрос мы хотим аватарку нашего животного обновить, тогда мы делаем слэш пэд, слэш наш айдишник нашего животного слэш аплод имидж. Ну, и это повторяется для всех категорий. Вот. А? Ну, слэш-пэд, слэш-юзер — это, скорее всего, обратиться к, там, не знаю, к пользователю данного животного. Вот, и так далее. То есть, ну, это по факту обращение такое же, как у нас с вами есть в классическом коде. Слэш-пэд, слэш-пэд-ид. Что такое? По факту мы берем списочек наших животных и обращаемся по элементу этого списка. Да, то есть, это просто трансформируется веб-запросом. А что там лежит? Скорее всего, там под капотом лежит какая-то база данных. Ну, какие-то типичные, я думаю. Ну, наизусть не надо будет, да? Ну, грубо говоря, там отправится запрос на сервер, да? Вот такая вот конфигурация отправляет запрос, какой тип кодов возврата ошибки. Так, давайте я спрошу, мы делаем перерыв? Хорошо, давайте тогда сделаем перерыв. Не, кстати, вы шутите, а есть этот, где-то я видел сообщение о том, чтобы 700-е коды в вашем... Вот они, кстати. Да, у нас-то что, перерыв. Да, у нас-то что, перерыв. Ой, через get-методы. Как отправлять в браузеры? На самом деле, с этой библиотечкой вы уже познакомились, потому что вам пришлось ставить ее всем дружненько, dev-пакет для того, чтобы отправлять запросы в задании с тестированием. Не, не request. Вот, значит, смотрите. Давайте мы отправим запрос на хттпс я.ру. Давайте миптру. Вот, нам отдается вот такая вот вещь. Это страничка сайта Fistecho. Httpшная. HTMLная. А теперь смотрите, что мы с вами сделаем. Мы с вами сделаем хитрую вещь и укажем вот такую вот фигню. Мы отправим на сайт не птру запрос, не get-запрос, а post-запрос. Как вы думаете, что произойдет? Что? Мы нашли эксплойт с сайта Fistecho. Ну, вообще, как бы, вот он запрос, он возвращает 200 код возврата. Хотя, по идее, он должен был бы побанить по этому курлу, но он решил, что нет. Ему пофигу на это, да? Ну, мы, кстати, по-моему... Во! Ах, чек нормально настроен. Ага. Только get работает. Ну, backach.ru это отдельная история. Он 404, по-моему, вернет. Да. Не-не-не, 404 код возврата ошибки. Ну, нормально. Тут вообще можно кое-что передавать, на самом деле, но... Как бы, мы... В общем, teaching courses 1, по-моему. Get. Короче, не умеет отправлять. А? Ну, я не помню ID-шних страниц. Но суть в том, что, если мы захотим передать с вами картинку, какой-нибудь, там, не знаю, kurum-xget. Get, может, кстати, не перечислять. Там, HTTPS, ya.ru, Яндекс.ru. И захотим передать какое-нибудь тело запроса. Тогда мы можем использовать, по-моему, минус D и написать тело запроса, которое мы с вами хотим. А можем использовать минус F. То есть, вы не поверите, вы можете даже отправлять формочки отсюда. А? А? Ну, формочки, вы заполняете формочку регистрации на сайте? Вы можете, в принципе, тот же самый запрос формочкой отправить здесь. Ну, да. Собственно, заговор. А? Как заполнить формочку? Можно. Ну, для этого надо знать, как эта форма выглядит для начала. Вот. Вот такой вот пример kurla можно, допустим, использовать. А септа – это те способы, которым мы готовы принимать сообщение. Возврат. То есть, это по факту, в каком формате мы готовы возвращать наши сообщения. Так. Значит, у нас был вопрос, почему возникает 502-я, 504-я ошибка? Да, ко мне подходили даже, спрашивали, почему нужно делать так. Потому что реальные сервисы работают вот таким вот образом. У нас с вами есть клиент. У нас с вами запрос от клиента идет через так называемый веб-сервер. А этот веб-сервер – это Jinx. Его цель состоит в том, первое, это либо отдать что-то, что находится по какому-нибудь статическому месту, либо перенаправить запрос на другой сервер, который будет справляться с нагрузкой. Возможно, что он будет перенаправлять запрос на другой веб-сервер. Грубо говоря, там веб-сервер Яндекса, дальше веб-сервер, там, не знаю, музыки Яндекса, третий веб-сервер еще куда-то направляется и обратно. Вот. И дальше, я не знаю, на Python не рассказывали про Flask или еще не рассказывали? А? Ну, у кого-то рассказали про то, как уже веб-сервисы поднимать. Вот в чем особенность Flask и вообще всех этих историй, связанных с Python, то, что он крайне неэффективный. А? Flask неэффективный, потому что он работает в одном потоке и там можно работать только с одном приложением. Еще смотрите, в чем особенность. Вы видели когда-нибудь, когда вы запускаете Flask Run, что-то там, приложение, он говорит… Он говорит… Да, но… Не, ну на самом… Не, ну на самом… Не, ну если подключить темплей, то к этому он начнет еще вводить всякую дебаг-информацию. Ну, понятно. Я знаю, я отключить проблем… То есть проблемы могут быть. Почему? Потому что это приложение будет работать… Да, крайне медленно. Поэтому для Python, значит, есть специальная сущность, которая называется VSGI, которая умеет правильно обращаться, делать связку между веб-сервером и нашим приложением. Это называется веб-сервер-гейт-интерфейс. Значит, есть асинхронный веб-гейт-интерфейс, это ас-жай-протокол. И по факту, когда мы настраиваем любое приложение, будь то это фласк, будь то это джанго, любой бэкэнд, который заточен в питоне, мы используем как раз вот эту вот обертку, которая вот с этим всем запускается. Вот эта штука называется реверс-прокси. То есть мы обращаемся, по факту, в обратном порядке к нашему приложению. Вот. Что еще значит? То есть у нас по факту, вот у нас сервер есть, мы идем по запросу. Как мы идем обычно по запросу? Мы пишем адрес, да? Мы потом, у нас есть огромная маршрутизация по IP-адресам, мы доходим до нашего IP-адреса, получаем сообщение. То есть идем, идем, идем всегда вперед по запросу. А тут мы заходим в наш, делаем запрос в наш веб-сервер, и он говорит, ой, блин, черт, а теперь мне надо же узнать, на каком порту внутри моего компьютера это сообщение находится. И по факту мы идем уже в обратном порядке в сетевом интерфейсе, поэтому это называется реверс-прокси. То есть мы доходим до нашего веб-сервиса, наш веб-сервис находится в какой-то экосистеме, и теперь нам нужно, вот у нас трафик шел, 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 шел сюда, то есть это огромная-огромная сеть, то есть мы шли по возрастанию нашего этого, ну, объема информации через мальчатка проходит. А здесь мы наоборот должны пойти и посмотреть, что же у нас находится в локальном стеке. То есть, опять же, с глобального уровня мы скатываемся в локальный уровень. То есть по степени масштабизации это у нас приводит к уменьшению. Вот. Собственно, здесь у нас там, не знаю, допустим, написано, я не знаю, какой-нибудь back. Не, не всегда. Но мы можем, вот, и здесь у нас есть какой-нибудь... Ну, типа того. Вот смотрите, у нас есть какая-то папочка здесь, да, мы говорим, что если у нас страничка такая, то просто отдай картиночку, которая находится здесь. Либо мы говорим, что у нас здесь есть какой-то сервер, который запущен на порту 8000. Вот. И тогда мы обращаемся к этому серверу на порту 8000. Несмотря на то, что мы обращаемся с вами по адресу back.svc.ru, по факту вот этот запрос обратно проксируется и говорит, пожалуйста, локально запусти мне, найди этот сервис на порту 8000 и сделай ему запрос. То есть мы спускаемся на локальный уровень. Вот. А единственное, что здесь в этой картинке еще есть, кто видит, какую часть слайда мы с вами не описали? Супервизор. Супервизор, вы когда запускаете программу, что нужно сделать для того, чтобы она не упала? Ну, если без ропов, то нужен систем-демон. Вот. А если нормально сделать? Вот смотрите, вам придется каждый раз рестартовать сервер? Вот смотрите, у вас, вы заходите на какой-нибудь, не знаю, сайт, да, я.ру. А теперь представьте, что на этом сайте я.ру внезапно упала машина. Упала машинка. Ну, нажал кто-нибудь случайно Ctrl-C, когда мы запустили наш процесс. Вы что думаете, Яндекс падает в этом случае? Ну, так как вы делаете? Ну, да. На самом деле, делается немножко другая сущность. Значит, запускается специально супервизор, сущность, которая отслеживает, запущен ли процесс, который у нас есть или нет. То есть, в нашем случае, супервизор может контролировать, запущен ли instance, как раз, VGI сервера, или не запущен. Если не запущен, запусти его, пожалуйста. Если, допустим, он упал, можно поставить запрос, который рестартнет этот сервер. Ну, это печально, да, обычно он тоже как ставится, как системная сущность. Обычно еще используют такое понятие, как системдемон. Системдем. И это уже структура операционной системы, то есть, это сущность, которая как раз управляет долгоживущими процессами или же сервисами. То есть, по факту, когда вы запускаете какой-то сервер, вам нужно как раз этот системдемон стартовать. Вот. То есть, поэтому Акчек живет, потому что у него есть системдемон на Nginx, и есть системдемон на этот VGI. В смысле, все падает? Не, ну, на самом деле, в системд есть особенность, что если компьютер перезагружается, при запуске компьютера, пожалуйста, стартуй сервис. Есть такая особенность. А? Да, можно настроить. Не поверите, графический интерфейс так и запускается в Linux-системах. А? Да, 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 да. По такому же процессу. А теперь шутка. Хотите рассказать, почему сайт попал вчера? Вы? Да. Нет, не вы. Он падал вчера в диапазоне 1140-1200. На самом деле, случился конфликт. Значит, систем CTL, связанный с Jinx, он решил что-то курнуть, и он такой говорит, короче, не запускай, запускай сервер, я пытаюсь рестартнуть Jinx, просто как его опция, он тоже говорит, все окей. На самом деле, оказалось, что у него возникла проблема с многопоточностью и систем D. То есть, он просто сказал, что пит процесса, процесс ID, а у любого процесса есть и дишник, некорректно записан вот в сущности Jinx, ну, в сущности систем D. Ну, что, пришлось такое встать, написать команду, но все равно система не работает. Суды систем CTL рестарт в Jinx. То есть, рестартнуть Jinx на Hardware, на Jinx запустился, и все снова работало. То есть, вчера, смотрите, падал не сайт, не GitLab, не система данных, а веб-сервер падал. Да, раз в 5 секунд перезагружать демон, а потом такие раз в 5 минут, а что-то у нас сервер отвалился. В общем, с этим тоже нужно учитывать проблему. Вот. И как раз вот такая вот у нас нагрузочка происходит. Вот, вот так приблизительно устроены все современные сервисы. значит, давайте я еще одну вещь покажу. Есть утилита, AB называется, а она позволяет посмотреть нагрузку на приложение. Сейчас, я вспомню, как только ее запускать. Ах, тут можно посмотреть вещь. Давайте проведем нагрузоченное тестирование сервиса Ах, чекру. Так, стоп, почему? Нет, слэш надо было написать. Вот. Сейчас эта штука сделала 20 тысяч запросов на сайт Ах, чекру. А? Я потому что на HTTPS поменял. Или кто-то сейчас тоже эту команду решил сделать. Так, кажется, кто-то параллели еще запустил. 350 пользователей одновременно зашли на сайтах чекру. В среднем страница отдавалась полторы это. Полсекунды. Самый длинный запрос шел 18 секунд. Это квантиль распределения. нет. 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 Давайте кто-нибудь это. Запускайте, запускайте. Ладно, пока у нас как раз время осталось. Видимо, про антипаттерны мы будем говорить сливаем в следующий раз. Давайте разберем два паттерна. Цепочка ответственности и обсервер. Значит, суть паттерна цепочка ответственности заключается в том, что нам необходимо запускать сложные процессы по цепочке, возможно, каким-то реально сложным образом. Смотрите, пример какой. Есть сложный процесс авторизации. Когда-нибудь вы пытались авторизоваться на сервисе типа гмэйла. Google Mail. Да. Гугловская. Попробуйте сделать такой эксперимент, авторизоваться в гугловской почте и посмотреть, что происходит в адресной строке. Там куча ределять, то по дороге вы еще и на YouTube зайдете. Да, он авторизуется во всех сервисах по цепочке. Да, в которых и есть. Либо pipeline сборки кодов. То есть нам собирать с вами код каким-то сложным образом. В общем, суть в чем? Вот у нас есть callback hell, цепочка ответственности решает эту штуку. Значит, давайте мы дадим, сделаем функциональность передачи запросов по цепочке или через делегатов посредством вызова функции callback. Значит, пример такой вещи, такого паттерна это promise. То есть это приблизительно вот такая вот сущность. Вы пишете какую-нибудь функцию u1, вызываете эту функцию ассинхронно, а дальше пишете then a, там, не знаю, u2. Потом пишете, закрываете запрос then. То есть вы после того, как выполняете функцию 1, выполняете вот эту вещь, потом то, что происходит здесь, потом у вас эта штука тоже возвращает что-нибудь, return. Потом вы вызываете эту функцию еще раз, вы вызываете эту функцию еще раз. какую-то другую функцию. То есть тем самым образом вы делаете цепочку ответственности. Как вам кажется, это выглядит приятнее, чем callback hell отслеживать? Это тоже самое, но с точки зрения написания кода это выглядит намного проще. Вот пример. Собственно, вот пример слева это callback hell, например, справа это реализация паттерна цепочка ответственности. То есть мы говорим, у нас есть функция get balance, мы говорим, окей, пожалуйста, найди юзера by name от этой штуки, это асинхронная функция, и мы пишем функцию await, то есть дождись результата, как после того, как ты получишь результат возврата этой функции, запиши эту штуку в переменную user id. После этого запиши результат функции get user profile. от этого асинхронная функция, не дождавшись в этом асинхронная функция, а там будет undefined, то есть это функция, которая вернет результат в будущем. Она может вернуть не сразу, а в какой-то момент в будущем. Сейчас. На profile один раз пройдет, так? Чего? Не сразу. Ну, да, ну, в контексте исполнения это будет происходить, да. Нет. Асинхронная функция никого не ждет. Фишка асинхронной функции состоит в том, что когда мы вызываем эту функцию, по факту код идет дальше сразу. ну, да, да, если не писать авейт, то у нас будет смус. как говорится, приветствую вас в мире асинхронного программирования. вот, значит, смотрите, вот как раз пример этого механизма, это promise либо async await. Смотрите, как это реализовано. Собственно, у нас с вами возникает такой интерфейс под названием handler, у которого есть следующие методы. Метод номер раз. Пожалуйста, укажи, кто является следующим в цепочке. Видите, set next. Есть и есть handle, это как раз функция обработки нашего сообщения. Есть базовый handler, у которого есть указатель на следующий handler, который мы с вами вызываем. И по факту мы говорим следующее, что дальше реализация функции handle заключается в следующем, что если следующий handler не пустой, то пожалуйста вызови, передай по цепочке вызов этой функции. То есть у нас строится паровозик, сначала выполняется наш, после этого мы передаем делегацию на следующий элемент паровозика. Следующий элемент паровозика это конкретная реализация нашего класса хендлера. Этот паровозик будет исполняться и так далее. Выполнил сам, передай по цепочке. Вот она реализация примерно. и если я могу обработать текущий запрос, то я его выполняю. Иначе я передаю это все дело от parent handle в следующий запрос и я его исполняю. А теперь смотрите, как это в коде выглядит. Мы говорим, что у нас есть три обработчика, там обработчик 1, обработчик 2, обработчик 3. Дальше мы говорим, что пожалуйста, в h1 поставь следующий обработчик, в h2 поставь следующий обработчик и после этого обработает вызов h1. То есть h1 выполнится, после этого у нас будет выполняться h2, после этого у нас будет выполняться h3. Вопрос. Во-первых, понятна ли суть реализации этой штуки, а во-вторых, какой паттерн по реализации она вам сильно напоминает? Мы его разбираемся, что не-не-не. Где у нас тоже вызов был по цепочке? Нет. Там объект по цепочке создавали. Смотрите, как декораторы устроены. Да, смотрите, а как у нас вызываются декораторы? тоже по цепочке. Но суть в том, что тут у нас было B там дек от A C дек от B образно говоря. И вызов у нас шел такой. Сначала у нас вызывался A, потом внутри него вызывался B и внутри него вызывался C. Да, у нас порядок был вызов вот такой вот. Что же у нас происходит в Chain of Responsibility? Да, у нас цепочка обратная. А, B, C. Прямой порядок. Причем с точки зрения рантайма это будет выглядеть по-другому. То есть мы можем, почему этот паттерн является структурным, а этот паттерн является поведенческим. Давайте поймем. Да, он говорит, как вести себя. То есть мы с вами говорим, что не на этапе создания объекта определяем, с кем он будет связан, а уже в этапе рантайма определяем, с кем этот объект будет связан. Да, то есть мы переопределяем поведение в рантайме. Ну и как видно из этих диаграмм, мы с вами понимаем, что эти паттерны имеют одни и те же недостатки. Какие? Какой недостаток был у нас у декоратора? Много вызов, долго. Да, нельзя понять, где бага. Вот. Здесь в этом плане чуть-чуть проще. Обычно на всю эту цепочку ставится функция setError. То есть если в каком-то из мест получилось исключение, то мы создаем еще одну цепочку, которая выведет это сообщение об ошибке, которое у нас произошло на одной из этих стадий. То есть этот паттерн достаточно часто используется. То есть когда можно применять этот паттерн? Когда нам надо обработать несколько запросов, но неизвестные обработчики это раз. Нам важно задать порядок обработки и набор объектов для обработки мы определяем в рантайме, а не на стадии компиляции и исполнения нашего кода. Вот такой вот паттерн. Ну и код выглядит намного проще. то есть А, потом Б, потом С, потом Д. Вызови их и все получится. Ну если конечно багов не было по дороге. Значит в чем плюс и минус этого подхода? мы уменьшаем код зависимости между клиентом и обработчиком. Единственное когда мы пишем вот такие вот хендлеры особенно функциональные к языке важно правильным образом захватывать область видимости это переменный это с этим были некоторые проблемы значит каждая команда выполняет свою собственную отдельную ответственность то есть обработка делает одно Б второе Трице третье для того чтобы дополнить поведение команды какой-то вот смотрите здесь это сложно реализуется то есть Б а что что сделать для того чтобы дополнить это поведение скорее всего нужно будет подвешить еще один декоратор здесь же мы в принципе можем сделать следующее мы можем сказать окей давайте мы отнаследуем класс от определенного поведения extended B вот и вместо А сделаем допустим тот же самый класс extended B единственный тонкий момент который есть в этом паттерне это какой-то запрос на наш может оказаться невыполненным в какой-то момент времени вот такой у нас паттерн давайте вопросы по этому паттерну понятно ли суть этого паттерна ну да да конечно все ну да ну то есть у нас какая-то ошибка еще с учетом того что каждый из этих вопросов скорее всего куда-нибудь идет по сети вот это надо понимать что это больше для сетевого взаимодействия но все равно тут какой-то запрос провис у нас случился коньки тот 4 нам надо это обработать ну да либо независимо но говорим все-таки что в зависимости от того потому что скорее всего результат B передадится в C то есть запрос передается по цепочке да 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 там граф можно расширять этого всего процесса достаточно легко так переходим к следующему паттерну мы еще не разобрали с вами паттерн под названием этот обзервер так ну вот это мы обсудили уже на слайдах обзервер нам необходимо реализовать систему подписок чтобы можно было выполнять некоторые события значит пример это push уведомления вторая система это подписка на определенные новости третье это обработка задач в отложенном режиме то есть у нас есть человек который дает задачи есть человек который выполняет задачи есть такие тяжелые задачи которые нам нужно выполнять в какое-то время сложным образом значит предпосылок подписались на каком канале канал мессенджеры хотим рассылать пользователя нотификации на определенную группу людей более того хотим сделать бьют сообщения на какой-то отложенный промежуток времени либо кстати пример отправки сообщения в будущее знаете что в telegram есть опция отправки сообщения в будущее так что если в какой-то в какой-то момент времени вы видите сообщение которое написано мной в 9 часов утра догадываетесь когда оно было написано а ну да 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 в общем нам необходимо сделать общую реализацию рассылки сообщений и цель этого паттерна заключить в общем цели паттерна обзора заключается в том чтобы одним предоставить возможность подписки на события а другим возможность отправляется подписчикам сведения о совершаемых изменениях и тут зависит все от той системы которую мы с вами устраиваем потому что бывают системы в которых подписчиков очень много а авторов очень мало давайте приведем примеры таких систем ну да любой телеграм-канал известный еще ну не ну там каждый же комменты можно написать каждый человек может отправить можно заключить комментарии но давайте подумаем система есть любители тут хоккея тут вроде финал кхэл идет нынче а ну понятно понятно все все любители хоккея видимо смотрят финал кхэл ага да лига чемпионов идет да видели текстовая трансляция когда идет у нас есть один человек один несколько человек которые ведут текстовую трансляцию остальные читают да то есть наша цель этому автору дать возможность писать сообщение для того чтобы его все остальные видели вот при этом порядок самый прикол в том что порядок отправки сообщение может меняться течение времени но это зависит тоже от того насколько распределенная у нас система паттерн на самом деле несложный на самом деле в чем в нем стуть вот у нас есть объект к которому мы можем прицепить подписчиков видите функция attach в этом обзервере и дальше мы можем у этого объекта установить некоторое состояние это смотрите сразу такой достаточно простой механизм на самом деле он намного сложнее это как эта штука работает в пределах одного компьютера мы говорим что для каждого там ивента который является типа обзервера мы выполняем функцию update то есть мы делаем рассылку мы получаем списочек обзерверов которые на нас подписаны и мы выполняем функцию update при этом обзерверы могут быть разных типов это может быть обзервер который смотрит нас на компьютере или обзервер который нас может смотреть на мобильном устройстве в чем отличие будет от просмотра на пк и от просмотра на мобильном устройстве разные типы пушей конечно же то есть в браузере одна система пушей в устройствах и другая система пушей а что еще можно делать через систему пушей на самом деле у системы пушей есть еще и другая особенность они проходят вне зависимости от того доступен ли наш сервис на территории какой-нибудь страны или нет система пушей происходит это система нотификации проходит по отдельному каналу не связанных с нашим приложением то есть мы может быть такое что мы не можем зайти в приложение а скажите мне а нотификации нам приходят от этого приложения сталкивались с таким да на самом деле так раньше telegram блокировку обходил ну и сейчас вроде он ее обходит но сейчас то ее нету ну на самом деле а но сам все сложнее но telegram реально так обходил блокировку то есть они прислали айпишник по которому теперь стучатся в этом приложении то есть такая вот система обхода было а вот понятно что система много сложнее и здесь для того чтобы это все распространить здесь нужен какой-то посредник между подписчиками и паблишерами и как раз вот системы очереди сообщений они позволяют организовать процесс таким образом чтобы вот эта штука была вот таким вот образом устроена то есть чтобы это для нас выглядело как пор цикл нотификация давайте посмотрим на эту картинку представим что у нас обжерверов порядка сотни тысяч на долг это долго это раз а какая еще проблема будет вторая кто грохнет не напает что он делает это в отдельном потоке ну ну но это хороший кейс то есть не надо это где-то в отдельную в отдельной сущности делать за функциям тихо и то есть скорее все функция будет синхронный а да можешь . а и вопрос всем ли переходит одновременно нотификация физически конечно нет ну иногда если у нас миллион подписчиков на нашем канале то система нотификации может идти до нескольких минут ну то есть система о выходе нового нотификация на новое видео на ю тубе идет достаточно долгое время наверное вы сталкивались с этим что одним прилетает нотификация другим не пролетает нотификация и потом люди требуют поставьте пожалуйста колокольчик чтобы вы точно убедились что наше видео вы посмотрите и оно придет то есть система нотификации тоже может лагать в общем применением когда когда неизвестная реакция на событие когда нам надо выполнять какие-то события в прошлом точнее в будущем отложенной операции и нам необходимы различные способы наблюдений кстати вопрос а каким образом реализовывать отложенную отправку сообщений ну да с помощью очереди либо вот с помощью первый примитив который есть в этом деле это утилита под названием крон таб можете побаловаться ею на досуге значит это утилита которая позволяет запускать задачи по расписанию вы пишете крон таб минус е у вас открывается текстовый редактор а дальше вы можете написать скрипт который вам делает какой-нибудь бродкаст сообщения раз в минуту сельдерей это вообще уже высокоуровневая обертка над всем этим то есть там это выглядит вот так типа у нас есть селлари дальше у нас есть определенные брокеры сообщений типа ребят это ребят мку редис и потом возможно кто-то из них там использует вот эту вот утилиту ну то есть это вообще высокоуровневая обертка над очередями сообщений но и используют вот в общем плюс и минус этого подхода заключается в том что издатели не зависит от конкретных классов на подписчиков и наоборот и мы можем подхватывать и подписывать отписывать объекты на лету минус что оповещение подписчиков приходят в случайном порядке и не всегда вот это необходимо учитывать так давайте в итоге подведем что мы с вами сегодня сделали мы с вами разобрали разобрали сетевой стек мы поняли как работают реальные сервисы посмотрели как работает res protocol увидели как работает си url ну и разобрали два паттерна которые помогают нам реализовывать как раз фишки связанные со сетевым взаимодействием тогда в следующий раз зовите людей зовите друзей будем веселиться разбирать разные антипаттерны ну да к сожалению мы задержались но думаю что в следующий раз у нас как раз будет юмористическая лекция задержка это является под это называется адаптация курса нашего занятия поведенческая антипаттерна да 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 Продолжение следует...